В Мирном центре занятости состоялась ярмарка вакансий нефтяных и газовых компаний. Вакансии выставили 9 предприятий, работающие на территории Мирненского района. Подробности в сюжете далее. Такого наплыва населения в центре занятости не было давно. 9 нефтяных и газовых компаний выставили свои свободные вакансии. Только за первый час работы нефтяников и газовиков центры посетили более 200 нуждающихся в работе. Ярмарка вакансий показала очень большой спрос наших жителей на специальности нефтегаза по нефтегазодобыче, что сегодня очень актуально. По закону Российской Федерации предприятия должны предоставлять сведения о свободных вакансиях по месту регистрации. Компании, работающие на территории Мирненского района, оформлены в других городах, поэтому они не обязаны набирать на работу местные кадры. Но все же некоторые организации идут навстречу мирненцам. Более тесные отношения, сотрудничество у нашей службы занятости сложились с такими организациями, как Роснефтегаз, Тасюряхнефтегаз, Ириляхнефть и Алросагаз. Данные организации сегодня приняли участие в нашей ярмарке и в общей сложности предоставили порядка 40 свободных вакансий в нефтегазовой отрасли. Зарплата в нефтяных и газовых компаниях зависит от образования, квалификации и опыта работы. Жалование вакансий, предлагаемых на ярмарке, начиналось от 40 тысяч рублей. Василий, как ваши успехи в поиске работы? Ну, я вот анкеты заполняю на Тасюрхской нефтегазодобычке. И как ваши успехи? Ну, не знаю, сейчас запомню, отдам и со мной свяжут. Пока никак. Пока никаких успехов. Монтажник технологического трубопровода. Заполняю. Заполняю документы. Принимали резюме и от желающих работать на Верхнемунском месторождении Удачинского горно-обогатительного комбината. Работы на месторождении начнутся в 2018 году. Желающих работать в Удачном оказалось немало. Вот сейчас вот люди идут, мы набираем анкеты. Они заполняют уже, там в анкете они указывают, на какую специальность бы они хотели обучиться, по какой специальности работать. И вот мы сейчас соберем анкеты, уже достаточно многое собрали. И уже в дальнейшем будем смотреть, какая группа у нас наберется, на какие специальности. Работа в нефтяных и газовых компаниях вахтовая. Размер заработной паты устанавливается после собеседования. Куда представители организации пригласят наиболее ценные для них кадры. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».